Аплодисменты 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 Вообще мужчины о гендерном равенстве, о равенстве полов обычно говорят с усмешкой. Почему? Вы знаете, ну прежде всего, потому что не совсем владеют терминами. Ведь гендерное равенство и понятие гендера это не совсем одно и то же, нельзя путать его с феминизмом. Здесь я готова поспорить. Понятие гендера, оно социально-экономическое. А все, что имеет слово экономику, должно быть мужчинам интересно и более того полезно. Также в студии отражения Лев Щеглов, профессор сексолог. Добрый вечер, Лев Моисеевич. Вот вы как специалист сексолог поддерживаете идею равенства полов, гендерного равенства? Да, конечно. Почему? Ну потому что все должны быть равны, потому что свобода лучше, чем не свобода, потому что равенство лучше, чем не равенство. И потому что 2 до 2,4. Совершенно верно. Также в студии иерей Алексей Галкин. Добрый вечер, отец Алексей. Вот Бог создал людей разными. Он даже по-разному над ними работал, да? Как мы знаем из Библии. Почему же люди хотят сделать их равными? Ну, мы должны прежде всего сказать, что христианцы признают равенство между мужчиной и женщиной, но наряду с этим признают особенности женской натуры. И с этим она отражает именно отношение женщины к мужчине, и женщины отношение к обществу и государству в целом. По поводу сосуда зла, как вы верно подметили, как вы, может быть, думаете, это все-таки с точки зрения римской католической церкви, ни в коем случае не русской православной церкви. Мы от этого отмежевываемся жестко. В московской студии у нас сегодня Екатерина Серегина, представитель движения «Россия молодая». Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Екатерина, а как вот молодые, интересующиеся политикой женщины относятся к идее гендерного равенства? Вы знаете, я думаю, что у нас должны люди заниматься тем, что у них лучше получается и что им больше нравится. И если человеку нравится воспитывать детей, находиться дома и поддерживать уют, то неважно, какие у него вторичные половые признаки. Но если он хочет работать, ему это нравится, значит, он должен заниматься работой. И тоже невзирая на вторичные половые признаки. Спасибо, спасибо, Екатерина. Из студии «Радио Балтика» к нашей дискуссии присоединится Юрий Светов, политолог. Здравствуйте. Добрый вечер, Юрий Ильич. Вот, Юрий Ильич, давайте конкретно. Все говорят вообще. А вот конкретно, вот журналистика, это профессия мужская или женская? Я думаю, это просто профессия. Я в декларации ЮНИСЕФ, это ООН, такое подразделение по делам молодежи, прочитал выражение, что такое гендерное равенство в их понимании. Выравнивание игрового поля для девушек и девочек, чтобы все дети получали равные возможности для развития своего таланта. То есть наша задача – почки срывать. Вот эта цель достижима, выполнима в России? – Думаю, что да. В какой-то мере мы это поле выровняли, но препятствий на нем еще очень много остается. – Ну вот смотрите, в России уже давно лучшим интервьюером считают Владимира Познера, а, скажем, в Европе это была Ариана Фалачи, да? Именно ее командировал канал, там, брать интервью даже у Хамиини, да? Казалось бы, уж тут точно надо мужчину посылать. – Ну, но у нас я могу назвать и Светлану Сорокину, и Елену Масюк когда-то, да и Марианну Баконину тоже. – Спасибо, спасибо за комплимент Юрий Ильич, но тем не менее, лучшим все равно называют Владимира Познера. Напомню, вопрос для голосования. В России женщин дискриминируют, можно голосовать прямо сейчас, номера телефонов на экране. Вы верите в равноправие мужчин и женщин? Этот вопрос задавал сегодня петербуржцам, и не просто петербуржцам, а исключительно мужчинам. Ведущий рубрике «Прошу слова» Сергей Касаткин. Сергей сегодня в студии. Добрый вечер, Сергей. – Добрый вечер. Вас-то, небось, никто не спросил, да? А вот вы-то верите в равенство мужчин и женщин? – Я, конечно же, верю в равенство мужчин и женщин, да, но коль мы сегодня заговорили о сексизме, то если сексистом считать человека, который не считает нужным, предоставлять равные права мужчинам и женщинам, я, конечно же, не сексист. Но если сексистом считать того человека, который считает, что у женщин и мужчин разные возможности, то в этом я сексист. – Хорошо, а как вы 8 марта празднуете? – Ну, конечно же, я дарю женщинам цветы, не знаю, поздравляю, целую. Женщин, в принципе, поздравлять всегда приятно, и целовать тем более, да? – Особенно, когда это нужно делать только один раз в году. – Нет, почему, Марьяна, вы же прекрасно знаете, что при встрече мы всегда целуемся, так что не надо, пожалуйста, обманывать. – Рубен Вартанович Карапетян, доцент кафедры экономической социологии СПБГ. Скажите, вы верите в равенство полов? – Безусловно, да. – Вы действительно считаете, что у нас и мужчины, и женщины имеют равные как права, так и возможности? – Имеют, и верить в это – это разные вещи, насколько вы понимаете. На сегодняшний день, к сожалению, ситуация в нашей стране, да и не только у нас, но и в мире в целом складывается таким образом, что все-таки существуют различия с точки зрения использования, скажем, труда мужчины, труда женщины. – Вот, Рубен Вартанович, вы пойдете на баррикады биться за права женщины? – Ну, да, я их люблю. – Вот мы выйдем на баррикады, мы заменистки пойдем на баррикады. – Я присоединяюсь. – То есть присоединяюсь, очень хорошо. Итак, прошу слова. Вы верите в равноправие мужчин и женщин? – Надо думать, что Клара Цеткин сто лет назад, предложившая отмечать 8 марта как день борьбы за права женщин, сильно бы удивилась, сейчас узнав, что в этот день мужчины дарят женщинам цветы, моют посуду и подметают полы. То есть даже в этих своих, казалось бы, рыцарских поступках мы, мужчины, подчеркиваем наше неравенство. Другими словами, показываем, мы тоже все это можем и демонстрируем это вам, дорогие наши, раз в году. Но вообще-то мы заняты более важными делами. Так что ваше место у плиты. То есть даже в этот светлый праздник имени Клары Цеткин мы внедрили сексизм. Верите ли вы, что существует равенство между мужчинами и женщинами? Об этом мы сегодня решили спросить только мужчин. – Часто встречаю еще более чем равенство. У меня завкафедрой женщина. – Ну, где надо, кто у нас, кто женщина. – И что, бабушка, мужики одинаково дворниками работают. Какое равенство? Значит, есть? – Где-то 60 на 40. – А кто же, кто выигрывает? – Мужчины, естественно. – Ну, у мужчин все-таки больше шансов, чем у женщин. – А лучше было бы, как в этом, домострой. Было бы хорошо. – Нет, я думаю, что все равны. – Они не должны быть равными. Каждому свое предопределено. – Вот это вот квинтесинка, да, вот к этому каждому свое. Хочется еще добавить там Кирхен, Киндер, Кирхен, да? Вот все, и вся философия сформулирована, да, Лев Моисеевич? – Да, я думаю, что тут изначальная путаница. Мы все категорически различны. – Это аксиома, и это факт, безусловный. Но права и возможности должны быть одинаковы. Короче говоря, судьба, или Господь Бог, или общество должно стрелять из стартового пистолета тогда, когда все на одной линии, а прибежит, конечно, наиболее быстро бегающий. – Ну, как на одной линии, но ведь мы же проводим отдельный чемпионат, футбольный чемпионат женский, да, женский футбол и мужской футбол. Объединять будем, чтобы были равные... – Давайте все-таки начнем сначала с социального и психологического. – А вот социального... – Я глубоко убежден, что если в политике, и если в бизнесе будет более представлены женщины, то, по крайней мере, российское лицо политики и бизнеса будет более человеческим. – Будет мягче? – Да, да, да. – Владимир Иванович, вы пишете текст закона, который должен гарантировать вот это равенство прав. Вот что там надо перечислить, чтобы это было не на бумаге, да, на бумаге у нас все есть, все равны, а на деле? – Вы знаете, я не буду пересказывать этот закон, но есть главная причина того, что отделяет бумагу от практики. Это наша неустроенность в головах, это наша ментальность. – Так новый закон что, он как бы голову переменит кому-то? – Это предполагает широкую сеть, даже не сеть, систему просвещения, прежде всего, людей, которые принимают решения, в необходимости соблюдения равных прав и возможностей. – То есть, вот смотрите, вот смотрите, Дарья Владимировна, если я правильно поняла Владимира Ивановича, выходит так, чиновники или бизнесмены, которые отказывают, скажем, в приеме на работу женщинам, они прочитают закон, и у них прояснится все в голове, да? – Ну, это все слишком просто, конечно. Мы привели замечательный пример, который иллюстрирует, собственно говоря, что такое есть гендерный подход. Вы говорили о том, что есть футбольная команда мужчин и футбольная команда женщин. Что же нам теперь, как бы объединять общие команды? Не надо, не надо, объединять не надо, но важно то, что есть право и у мужчин, и у женщин играть в футбол. Вот, наверное, гендер, он об этом, да, вовсе не означает, что мы должны заменять наши роли, да, естественно, физиологические роли, обусловленные нашей природой. Есть что-то о том, что мы обязаны предоставить равные возможности. Вот как было очень верно замечено, закон – это только часть на этом очень длинном пути. – Ну, выкриминируют же женщин по правительству, нет? – Я даже не согласна с тем, что дискриминируют только женщин. Это, во-первых. Во-вторых, это очень тонкая вещь, которую тяжело отследить. – Тяжело регулируется. – Отец Алексей, но ведь существует, даже в православной церкви, которую вы жестко отделили от римско-католической, существует дискриминация женщин? Не может женщина быть священнослужителем, так ведь? – Почему? Есть регинская, есть свято-тихинский богословский институт, есть и курсы богословские. Пожалуйста, я не… – И меня рукоположат? – Вас не рукоположат, вы можете принять монашество. И таковы условия русско-православной церкви. И вот теперь, Фрозович, хотел бы момент такой. Вот мы сейчас говорим о каких-то ущемлениях женщин. А является ли это перегибом в нашем обществе? Кто ущемляет женщин? Пожалуйста, женщины могут руководить фирмами, быть в церкви, управлять городами. – Дарья Владимировна, я не статистикально. – Я не статистически не соглашусь, потому что эта вещь очень и очень субъективная. Если речь идет о нарушении конституционных прав, тут вмешиваются, простите меня, соответствующие органы. А вот если речь идет о, скажем так, препятствии в реализации моих возможностей, достаточно сложно мне это либо доказать. Я вам могу сказать, что недоразвитие социальной инфраструктуры ложится в основном в любой стране, в нашей том числе, на женские плечи. Я имею в виду отсутствие в должном количестве детских садиков, ясель, прочих заведений социального толка. В основном забота о детях, и это нормально, ложится на плечи женщины. Я думаю, вы согласитесь. – Ну, это естественно. – Да, да. Но задача государства при обеспечении равных возможностей построения карьеры для семьи с детьми, да, мужчин и женщин, это в том числе обеспечение такой инфраструктуры. – И отец Алексей, отец Алексей, вы знаете, как говорят американские феминистки, женщина должна быть в два раза лучше мужчины, чтобы добиться в два раза меньшего. Я предлагаю спросить радио Балтика. Юрий Ильич, вы нас слышите? Здравствуйте. – Да, да, слышу. – Юрий Ильич, вот вы составитель справочника, кто есть кто в Петербурге. Вот процентное соотношение представленных там заметных личностей в Петербурге. Сколько мужчин, хотя бы примерно, сколько мужчин и сколько женщин там? – Ну, примерно 20% женщин, остальные мужчины. – Это нормально? – Нет, я как раз об этом и хотел сказать. У нас в стране 142 миллиона человек, у нас женщин немножко больше, чем мужчин. Уровень образования среди российских женщин выше, чем среди мужчин. Среди чиновников, например, младшего и среднего звена, в большинстве своем женщины. Но дальше некий фильтр. – То есть стеклянный потолок такой, да? – Да. Смотрите, что мешает, вот Владимир Иванович Еременко говорит о законе. Что мешает президенту назначить женщину губернатором? У нас два губернатора, Валентина Ивановна Матвиенко у нас в Петербурге и Наталья Комарова на севере. У нас три министра женщины, у нас среди депутатов высшего органа власти, что Государственная Дума, что в Совете Федерации, женщин меньшинство. И у нас в законодательном собрании 50 депутатов, из них 5 женщин. Вот об этом идет речь. Я в какой-то мере отвечаю, в чем я лично ощущаю дискриминацию. Потому что у женщин есть свое видение жизни, свое понимание, свой взгляд на то, как должна развиваться страна или город. И это видение должно быть отражено в высших органах власти. – Вот цифры. – Тогда бы не было этого идиотизма. – Спасибо, Юрий Ильич. Вот цифры, да? Не говорит ли это о том, что сексизм в России есть? Действительно есть. Вот конкретные факты. – Ну, конечно, есть. Одну секундочку. Я бы добавил к тому, что было сказано Юрием Ильичем, что женщины, они от природы и умнее мужчин. И они больше склонны к компромиссу, чем мужчины. А в политике мужчины – это просто сплошная борьба за власть и за другие интересы. – А, и женщины просто сами не участвуют, поэтому их там и нет. Вот я предлагаю молодого политика спросить. Екатерина, Москва, Екатерина, вы нас слышите? Вот скажите, Екатерина, вот в вашем движении Россия молодая. Какое соотношение этих членов? Сколько девушек, сколько юношей? – У нас преобладает тоже мужское население, так скажем, в движении. Но прозвучал вопрос, почему президент не может назначить губернатором женщину. И мне не совсем понятен, как можно назначить губернатора, либо политика, только исходя из того, что это женщина, и она должна там присутствовать. Как бизнес, как политику, как он не нужен. – То есть надо по деловым качествам назначать. Но вы смотрите, Екатерина, ведь прозвучали и другие факты. Женщины лучше образованы, женщин количественно больше, а наверх они не попадают. Стеклянный потолок вы этот ощущаете или нет? – Я не ощущаю потолка, и вот судя по нашему движению, у нас может каждый использовать возможности движения, чтобы продвинуться наверх. – Сергей, вот вы согласитесь с тем, что женщинам в России живется тяжелее, чем мужчинам? Карьеру сделать тяжелее, и действительно она должна быть в два раза лучше мужчины, чтобы добиться в два раза меньшего. – Абсолютно не согласен. Я думаю, что у нас для женщины открыты любые двери, любые дороги, за исключением каких-то специфических. – Но они по ним не идут, а в губернаторы не попадают. – Ну а вы что предлагаете, квотировать, что ли, да, 50 на 50 в городском парламенте или в Госдуме? – Я категорически не согласен, потому что мы затрагиваем какие-то законодательные, юридические вопросы. Самое страшное, как всегда, разруха в головах. Вопрос ментальности. Безусловно, женщине в сто крат, они в два раза тяжелее, потому что на пути у нее встанет муж, который скажет, а где мои блины? И ты должна вообще прежде всего варить, готовить, а потом... Потом встанут друзья и подруги, потом все эти наши шуточки насчет того, что женщина – это друг человека. И вот в этом поле все и происходит. – Я бы еще предпочла, чтобы мужчин как можно больше было в традиционно женских сферах, в детских садах, в школах. – Спасибо, я предлагаю подвести промежуточные итоги голосования. – Напомню вопрос. В России женщин дискриминируют. Голосование в прямом эфире продолжается, и мы продолжаем спорить о равноправии мужчин и женщин. – Женщинам в России быть трудно. Настолько трудно, что российские женщины жалеют, что родились с женщинами в России. Почему? Об этом буквально через минуту после обзора зарубежной прессы. Последнее известие со страниц печатных изданий о главных российских и мировых новостях. Чешская Идныш пишет, что жителям страны приходится экономить практически на всем, даже на своих престарелых родителях. Текущий год для чехов пройдет под знаком экономии. Около 85% чешского населения дали себе зарубь в 2011 быть более прижимистыми, а 35% хотят сэкономить больше, чем в прошлом году. При этом треть чехов ничего не понимает в лизингах и кредитах, а инвестиции в боевые фонды остаются темным лесом для 70% населения. Лишь четверть чешских граждан подумывает о том, чтобы финансово поддержать своих родителей, находящихся на заслуженном отдыхе. Министр иностранных дел Карел Шварценберг вовсе не удивлен подобным отношением. Люди не чувствуют ответственности за родителей, поскольку они с детства считали, что обо всем должно заботиться государство, заявил он. Новый обсерватор сообщает, что равенство полов в стране приведет к повышению штрафных тарифов для женщин. Согласно постановлению суда Европейского Союза, тарифная дискриминация по отношению к женщинам должна быть осуждена. Такое решение станет причиной серьезных изменений в тарифах на автомобильные услуги для женщин. Теперь пол водителя не будет играть никакой роли при покупке страховки. Ранее страхование автомашин предусматривало, что мужчины платят в среднем на 20, а то и на 30% больше дам. Это связано с тем, что серьезные аварии на дорогах происходят значительно чаще с водителями мужского пола. Представители главного страхового автоагентства Франции уже предупредили, что сумма взносов для женщин ощутимо увеличится. Трибьюн де Женев приводит результаты соцопроса, касающегося здоровья сограждан. В Женеве, как и во всей остальной Швейцарии, мужчины потребляют гораздо больше табака, алкоголя и наркотических веществ, нежели женщины. Такая статистика была выявлена в публикации «Женевцы и их здоровье». Треть мужчин, живущих в столице Швейцарии, являются заядлыми курильщиками. Около 30% женщин с Женевы не употребляют алкоголь, а в мужской среде этот процент едва дотягивает до 17%. Однако, вне зависимости от возраста, именно женщины гораздо больше и чаще мужчин употребляют лекарства, а также посещают врачей. Это были последние известия прессы. Это информационно-аналитический канал отражения, и в отражении сегодня российский сексизм. Мы говорим о равноправии мужчин и женщин. Напомню вопрос для голосования. Женщин в России дискриминируют или нет? Вот результаты опроса, проведенного порталом Superjob.ru. Треть российских женщин сожалеют о том, что родились женщинами. Почти треть российских женщин, 28%, считает, что их жизнь была бы лучше, родись они мужчинами. С возрастом это желание только возрастает. Среди женщин старше 45 лет, таких уже 33%. Основные доводы. Отсутствие необходимости рожать детей. Ежедневно краситься и делать прическу. Вести себя сдержанно в обществе, когда просто хочется дать в лицо по-мужски. А также мужчинам легче строить карьеру, и заработная плата у них выше. Мужчин, которых привлекает жизнь в женском обличье, всего 5%. Их основные доводы. Женщинам не обязательно быть сильными, успешными. Таким образом, довольны своей участью 91% мужчин и 65% женщин. Вот, Владимир Иванович, несчастны. Женщины в России несчастны. Социологи подтверждают. И это правильное подтверждение, потому что мы не затронули еще одну очень важную тему. Это труд и трудовые отношения. Вот там, именно в этой сфере, очень важно для человека, для мужчин, для женщин, для семьи, происходит наибольшая дискриминация. Я не знаю, может быть, святая наша церковь не испытывает таких проблем. Там нет, и вы об этом не знаете. Но мы в городе столкнулись... Я только не знаю, обращаются ли к вам женщины, которых увольняют только потому, что они женщины, только потому, что они беременные, или потому, что они находятся в отпуске по уходу за ребенком. У нас большое количество, к сожалению, женщин в условиях вот этого кризиса оказались выброшенными на улицу, несмотря на то, что они законодательно защищены Трудовым кодексом и рядом других законов. Но наши предприниматели научились охладить эти законы и шли даже на то, чтобы ликвидировать, ликвидировать предприятие для того, чтобы уволить женщину, беременную, не платить ей. И это регулярно эти примеры есть, но вот, смотрите, вот Лес Моисеевич, может быть, вы как человек более отстраненный, да? А что можно предпринять, чтобы вот эту разруху в головах, о которой вы говорили, вот этот сексизм в головах, ликвидировать? Если треть женщин сожалеют о факте рождения, это катастрофа. Это ведь не потерянные деньги, даже не пожар. Человек протестует против своего существования. А может быть это быть потому, что женщины живут в России, по крайней мере, с ощущением, что вот подспудно, если проверить мужчин на детекторе лжи, то мужчины считают их старосортными существами. Безусловно, и мы сейчас не затрагиваем тему, вы себе просто не представляете, какой процент женщин подвергается сексуальным домогательствам, попыткам насилия и самому насилию. Это не милицейские сводки, это надо умножать на 15 или на 20. Это надо осознавать всем, женщинам и мужчинам. И что делать? Как это сделать? На мой взгляд, все, что можно сделать, должно быть только системно. Вот мы же начали как бы с инициативы министра. Да, закон. Решит эта инициатива что-то или нет? Ничего не решит, если это выйдет очередной закон. Кто-то себе куда-то запишет это, все замечательно. Проглацуют? До свидания, да, все сделано. Только системное решение. Что значит системное решение? Это работа психологическая. Сексизм должен быть отвратителем. Он должен быть немоден. Все эти разговорщики в курилках, баба-начальник, будем стонать, что делать, будем ждать, когда у нее очередные дни, эти ежемесячные. Это должно быть свинством считаться. Раз, переделка голов. Второе, да, законы. Но еще и следующее. Должны быть, я не сторонник Владимира Вольфовича, но должны быть какие-то показательные акции. Которые средства массовой информации. Например, замминистра Пупкин уволен за то-то и то-то, связанное с нашей тематикой. Кстати, а у нас есть примеры в России? Я бы все-таки хотела вернуться и отчасти к западному опыту на вопрос, отвечая, что делать, и как повысить конкурентоспособность женщины на рынке труда. То, о чем мы, собственно, говорим. Ведь ни для кого не секрет, что на Западе работодатель не имеет права задать вопрос женщине, собирается ли она рожать в ближайшие три года, есть ли у нее дети. В странах, скажем так, Северной Европы есть еще один очень хороший закон, на мой взгляд, который регламентирует порядок декретного отпуска. Три месяца сидит с ребенком женщина, три месяца они сидят вместе, и три месяца мужчина. Причем, если мужчина с ребенком не сидит, эти три месяца пропадают. Психологи доказали, педиатры, что для ребенка это крайне важно. Я в данном случае не говорю о том, что о кормящих матерях. Сейчас при современных, так сказать, устройствах вполне возможно кормить ребенка целый год. Поверьте мне, я мама, у меня дочки год и один месяц. И я практически без отрыва от производства с этой задачей справилась. Вопрос о другом, действительно, об изменении менталитета. И как подсоединяя законодательную базу... Вот можно, отец Алексей, а можно вот этот домостроевский менталитет, он действительно домостроевский, да? Искоренить в России? Ну, во-первых, я не приемлю, чтобы ломали традиционные духовные ценности. Допустим, мы должны прежде всего сказать, что есть понятие семья. Есть, которые являются семьей, ячейка общества. И муж глава семьи и должен всем руководить. Все-таки мы говорим о том, что женщина увольняет по уходу за ребенком, там, за что он беременна, спрашивается. Да, если брать христианскую концепцию, традицию, то все-таки у нее должен быть муж, который должен зарабатывать. Но жена боится мужа своего, да? Вот так должно быть. Есть другое понятие, что муж любит свою жену, якобы свое тело, как свои телеса. И вот возникает вопрос, а почему ее увольняют, женщину? Почему так получилось, что... Почему она вообще казалась на работе? Почему-то она вообще казалась на работе. И мы должны прежде всего обратиться именно в... А знаете почему? Потому что мы в 21 веке живем. Внутренне самих себя. Ну так это же та самая дискриминация и есть. Вы говорите, раз есть муж, сиди дома. Мы должны прежде всего обратиться внутренне к самим себе. Потому что сейчас стало модно, чтобы не было браков, были эффективные браки. Женщина заводит в себе детей без мужчины. И другие-другие, которые являются греховными последствиями нашей духовной деградации. Это грех. Но вы сами сказали только что, раз есть муж, сиди дома. Нет? Правильно. Если есть муж, и она беременна, сиди дома. А если она хочет работать? И может. У нее задача перед ребенком, перед Богом, перед церковью воспитывать... Все-таки дискриминируем. Все-таки дискриминируем. Я предлагаю... Да, Ольга? В нашей стране не меньше 30% единственными кормильцами при детях являются женщины. Отцов, желающих даже платить алименты на своих детей, брошенных детей. Вот это проблема в нашей обществе. Иди, поищи с днем с огнем. Поэтому давайте не будем оперировать, апеллировать к тем ценностям, которые давно уже утрачены. Семья, понятия семьи изменились давным-давно. Наша задача сейчас обратиться к этим ценностям, вернуться. Попробуйте. Я предлагаю, можем ли мы, можем ли, вопрос, можем ли мы. Женщина, уменьшая работать и делающая карьеру, вряд ли захочет вернуться в луна вашей семьи. Нет, можно, конечно. Адекватному мужу. Хочет работать, пускай работает. Знаете, о чем я с вами могу согласиться? К примеру, очень много мужей, которые бросают семью, жену, если рождается ребенок-инвалид. Это бедствие. Нездоровый ребенок. Нездоровый ребенок. Поэтому, конечно, необходимо работать с мужчинами. Надо формировать... А вот как работать? Спасибо, Владимир Иванович. Как работать? Я предлагаю у нас на связи радио Балтика. Юрий Ильич. Да. Юрий Ильич. Вот, на ваш взгляд, ну, тут у нас мы к домострою уже вернулись, да? Не искореним домострой в России? Почему же? Я думаю, что домострой давно-давно искоренен. У меня вопрос вот такой. Равные возможности, равные права. Но ведь это же означает равную ответственность. В Соединенных Штатах Америки есть женщины, командующие атомными подводными лодками, которые командуют стратегическими ракетоносцами. Цель ли это наша? Вот ради чего это равноправие? Чего мы добиваемся? Снятие всяких различий между мужчиной и женщиной? Превращение в унисекс? Вот это вопрос ведь... А как вы ответите? Сейчас мы вернемся к вам, Юрий Ильич. Ни в коем случае. Я еще раз хочу сакцентировать. Равные возможности не значат уравниловку. Все равно мужчина не будет рожать и кормить грудью. Но возможности в 21 веке, когда мы прежде всего личности, а потом уже организмы, должны быть одинаковыми. Будем принимать главные морские? Секрет это катастрофа. Его не должно быть, безусловно. Симметричность полная. У нас в городе существует совершенно замечательная сеть, называется Папа-школа. И там собираются папы. Это, кстати говоря, изначально был шведский проект, но сейчас он получил огромное, совершенно популярное распространение. В шести районах собираются папы. Это папы с маленькими детьми. Они вовсе не брошены своими женами. Поверьте, они испытывают истинное удовольствие от того, что они принимают активное участие в воспитании ребенка. А мне интересно, коллегам, когда пьют пиво, об этом рассказывают или нет? Они у них нет времени пить пиво, Марьяна. Понятно. Итак, будет ли нынешнее поколение жить при феминизме российских людей, Сергей? Марьяна, одну секундочку. Феминизм, с этим словом давайте посторожнее. Мы берем романтики, осторожнее, осторожнее, осторожнее. По поводу феминизма. Очень ошибочное мнение стремиться жить при феминизме. Феминизм это промежуточная стадия. Это стадия борьбы, ведущая к нормальному состоянию. Вот патриархатное сознание, вот феминистское. А дальше равенство. Когда? А дальше равенство. Не надо будет бороться. Ольга, но вы считаете, что вы живете ненормально сейчас? Да, я живу ненормально. А давайте поговорим о таком моменте в нашем обществе, о ущемлении прав женщин, как получение социального пособия мужчины по уходу за ребенком. Это раз. И второй момент, когда мужчина берет больничные дни за тем, чтобы обеспечивать и лечить своего ребенка. Вы тоже разбирали в Конституционном суде этот момент был. И тоже мы видим яркое ущемление прав мужчины. Это только женская привилегия. Давайте если женщины претендуют... Женщин больше привилегий, чем... Если женщина претендует на мужские права, давайте попробуем на женские права. Почему нас защищают? Предлагаю молодого политика в Москве спросить. Екатерина, вы нас слышите? Да. Екатерина, искореним мы домострой в головах российских мужчин? Знаете, я думаю, что это возможно, но для этого нужно взять всех людей, отделить их от общества и воспитать отдельно. То есть концлагеря устроены? Вот, так как это невозможно сделать. Ну нет, ни в коем случае не концлагеря, но, к сожалению, физической возможности у нас такой нет. Поэтому мы занимаемся воспитанием молодежи и тоже в этом направлении работаем. И, знаете, я хотела сказать, что очень много говорится о правах, и женщины допустили большую ошибку, когда начали добиваться своих равных прав, но не говорили о равных обязанностях. В итоге получилось так, что права не получили, и можно пойти работать, в политику, там, куда угодно. А обязанности остались, домашние обязанности остались на их плечах. И в итоге даже... И в итоге вот это освобождение, вот эта эмансипация увеличивает ношу. Да, Сергей, вы согласны? То есть женщины добились равенства, и теперь им в три раза сложнее жить. Дома, в семье, на работе, и еще за ребенком ухаживать. Ну вы же хотели этого. Ага, получите. Давайте по поводу домостроя. Я вот предлагаю лучше спросить Екатерину Петрову. Она у нас психолог кризисного центра для женщин. Скажите, пожалуйста, Катя, вот не домостроили приводят, скажем, к вам, ваших клиентов, пациентов? Самое большое количество женщин к нам обращаются по поводу домашнего насилия. А домашнее насилие – это следствие домостроя? Ведь как... Изнасилование, да. Ну, да, безусловно. В европейских странах, в северных странах есть такое понятие, да, что мы защищаем женщину, попавшую в ситуацию насилия, да. А у нас нет такого, да. То есть у нас никак женщина не защищена, у нас мужчина защищен полностью. В этом состоит. Вот, ответ Алексей, да? Это именно так. Ну, на самом деле, я немножко не согласен, что нет закона по поводу защиты женщин. Допустим, женщина по конституции... Насилие в семье. ...равные права. Насилие в семье. Насилие в семье равные права. Если ее муж избил, если муж ее избил, она имеет такие же равные права, как мужчина, обратиться в милицию, зафиксировать факт. Тоже, если факт, если не дай бог ее за силу. То есть, я не понимаю, есть какие-то другие, там, может быть, защищенные виды насилия, конечно, там... Вы говорите в теории, а на практике, если придет женщина жаловаться в милицию... Не откроют дела, не откроют дела, просто не откроют дела. Ее же не может быть, такого не может быть. Она напишет заявление, это заявление у нее обязаны будут принять, да? Вы на практике как будете, Дарья Владимировна? Она живет с агрессором в одной квартире. Я не представитель правоохранительных органов, но из тех вот семинаров, которые мы проводим, в том числе эта тема поднимается, я знаю, что открыть дело крайне сложно, когда речь идет о каком-то происшествии внутри семьи, женщины начинают говорить, слушай, вот ты пришла, тут у тебя фингал под глазом, а у нас тут пять убийств нераскрытых, иди-ка ты отсюда. Вот очень часто разговор бытовой, да помиритесь, бьют... То же самое говорят мужчинам, которые приходят в милицию, так что не надо здесь, пожалуйста. Бьют, бьют, значит любят. Знаете, у нас это очень часто сразу звучит, что женщина остается жить, а именно так вопрос о ментальности. То есть получается, вот гладко было на бумаге, но забыли про овраги, да? То есть закон-то ничего не решит. Да ну конечно, ну что мы лукавим-то? Ну кто-нибудь много видел страдальцев, изможденных с гематомами мужчин, которые убегают, потому что жена пьет и бьет его. А психологические травмы, Олег Моисеевич? Ну ясно же это. Ну о чем мы говорим? Знаете, иная жена, и покруче... Сергей, мне уже вас жаль, мне уже вас жаль. Что ж, я предлагаю подвести промежуточные итоги голосования. Напомню, вопрос звучал так. В России женщин дискриминируют? Результаты голосования вы видите на экране. Голосование в прямом эфире продолжается, и мы продолжаем спорить о равноправии мужчин и женщин. В России собираются писать новый закон о гендерном равенстве, а борьба за то же самое гендерное равенство становится все более и более бессмысленной. Потому что она, может быть, потому что она не нужна. Об этом буквально через минуту. Оставайтесь с нами. Изделие «Аргумент». В простонародье резиновая дубинка, в которой нет ни грамма резины. Изделие «Нежность», «Краб», «Крот» и еще более десятка разновидностей наручников. Тайзер, электрошокер, а также другое служебное оружие и технические устройства российских правоохранительных органов. Из чего их делают и на ком испытывают? В специальном репортаже Александра Щербы «Штучки». 13 марта в 20.15 на 100 ТВ. Чемпионат России по футболу. Все матчи «Зенита» в прямом эфире. Начало сезона 13 марта на 100 ТВ. Это информационно-аналитический канал «Отражение». Голосуйте в прямом эфире. Вопрос звучит так. В России женщин дискриминируют? Итак, с конца как минимум 18 века женщины активно сражаются за свои права. Чего стоят слова Олимпии Дегуш. Если женщина достойна взойти на эшафот, то она достойна войти и в парламент. Через два года после того, как она это сказала, в 1795 году, женщинам Франции запретили появляться в общественных местах и на политических собраниях. Стоит ли удивляться, что методы борьбы за права женщин становились все более и более экстравадансными. А сейчас уж они просто за гранью. Вот, например, как действуют украинки. Фемин. Украинская организация, известная своими эпатажными пиар-акциями. Основана в 2008 году. В организации преимущественно состоят студентки киевских вузов, хотя также есть школьницы и несколько мужчин. Их лозунг «Пришла, разделась, победила». За два года своей деятельности движение стало всемирно известным благодаря своим эпатажным акциям против секс-туризма и проституции, а также голыми протестами, в частности, на избирательном участке во время выборов 2010 года. Оценки их деятельности весьма неоднозначны, несмотря на то, что лидер Фемин Анна Гуцел декларирует, наш идеал — это женщина. В социуме должны быть равные права и возможности, за что мы и боремся по классике феминизма. Отец Алексей, сейчас... Да. Ну вот они, яркие плоды женского феминизма, когда будут женщины ходить в голову. Вот сейчас поговорим об этих методах борьбы. Ольга, устраивают у вас такие методы борьбы? У меня лично к ним есть претензия только в том, что у них нет четко прописанной линии, как бы, четко прописанной философии. Они борются то за защиту собачек, то за экологию, то против сексистского высказывания украинского президента в Евросоюзе и так далее. А что он сказал, Генукович? А он сказал, что приезжайте к нам, у нас... Они так сильно тогда его сделали. Он сказал, приезжайте к нам в Украину, у нас, мол, целые хорошие и женки хорошие. И девчонки. Валер, смотрите, ну в этом же и есть сексизм. Вот мы смотрим на все это, мило улыбаемся. Нам это нравится, это прикольно. Это такая веселая акция, веселые девчонки. А давайте представим себе на их месте мужиков. Но аргум по войнам. Нет, нет. Которые с той же самой методой будут действовать. Пришел, разделся и победил. Они завтра же окажутся либо в психушке, либо в тюрьме. Понимаете? Мой опыт общения на разных конференциях и встречах с западными феминистками убедил меня в том, что это движение основано на том, что главный враг для них это мужчина. И достижение целей лежит через уничтожение мужчины, как класса. Вот это в беде должно. Браво! Я предлагаю спросить... Это очень нитрированная интерпретация. Я предлагаю спросить Радио Балтика. Юрий Ильич, вы нас слышите? Да, я нас слышу. Юрий Ильич, вот какие методы борьбы за равноправие мужчин и женщин, за эмансипацию, да, вы считаете приемлемыми, а какие нет? Ну, я полагаю, что если бы на демонстрации вышли мужчины, обнаженные по пояс, это вряд ли вызвало бы такой интерес. Но методы борьбы... Вот мы говорим о законодательных, да? В Европейском парламенте в прошлом году обсуждалась тема, что слова «папа» и «мама» это демонстрирует как раз... А, родитель один, родитель два. И теперь Государственный департамент Соединенных Штатов предложил ввести вот в документах, писать там родитель один, родитель два. Меня все время интересует, а кто будет считаться номером один? А второму обидно будет? Да, вот как здесь выбор будет делаться? Мне кажется, что те методы борьбы за равноправие, вот Лев Моисеевич о том, что говорил, и психологические, и законодательные, и ментальные какие-то вещи, все равно вопрос насилия в семье, как бы это ни делали законом, милиция бы не вмешивалась, пока сами люди... Вот то, что это стыдно, они поймут, это не изменится. И здесь я как раз вот уповаю на то, что влияние русской православной церкви и других конфессий, они вполне могут, они работают с душой, они влияют на сознание, и вот они могут на это воздействовать. А как-то вот, я не знаю, наверное, в тайной исповеди, это не будет как бы разглашением тайной исповеди, если вы абстрактно скажете. Приходят прихожанки жаловаться на то, что муж бьет? Теперь же тайной исповеди я с вами говорю. Нет, я тайной исповеди касаться не буду принципиально, все-таки есть, помимо тайной исповеди, есть общение, собеседование с прихожанами, да, действительно, когда случаемся такими и теми случаями, когда приходит жена, говорит, что меня бьет муж, вот одна пришла, говорит, батюшка, хочу заказать киллера, да. Я ей долго, долго говорил, что это не надо, что это плохо будет, подумаю о своих детях, да. То есть есть... Но вы ее отговорили, а дальше что? Она вернулась к тому мужу, которого она хотела убить. На перспективе они просто развелись и не жили вместе. Все-таки, действительно, правильно говоря, что это влияние русской православной церкви, да. И в этом случае, стоп, я одну вещь уточню, в этом случае православная церковь развод поддерживает. Ну, естественно, в этом случае, вот, и условием для развода является, скажем так, это измена супругов и желание, там, вот, такие вещи, как происходит. И все-таки наша с вами задача жить, не уравнивать права, не бегать кто один, кто два, а все-таки именно любить друг друга. Страх Божий изменит что-нибудь в ситуации с семейным, например, насилием? Не думаю, не думаю. Не думаю, тем более, мы все прекрасно знаем, по формальным опросам у нас чуть ли не все верующие, а когда становится вопрос реальный, что ты знаешь, ходишь ли ты в храм, то оказывается, таких людей достаточно мало. Но остальные же живут, ну что же, их бросить, пусть они вообще как бы... А что, как тогда, на что надо предпринимать? Ну, наверное, вот, родители один, родители два, это, в общем, перегивают немножко палку. А что тогда делать-то, как перевоспитывают? Ну, это очень популярная идея заменить слово материнство на слово родительство, что уравнивает в правах и маму, и папу. В этом есть здравое зерно, я не могу сказать, что я являюсь сторонником этой идеи полной. Могу лишь поделиться, опять-таки, европейским опытом и говорить о том, что европейское общество достаточно прагматично, и люди понимают о том, что, например, совместное управление это не только реализация личности и амбиций, но это просто выгодно. Вот, например, в Норвегии не только в политике, но и в крупных компаниях обязательное соотношение в Мирсовете директоров или в правлении это 40 на 60. 40% женщин, 60 на 100. Все равно кого, потому что психологи доказали, что решение наиболее взвешено, и управление происходит наиболее эффективно, если в его процессе принимают участие оба пола в таком соотношении. Это выгодно, есть цифры. И более того, в той же Норвегии, например, если у вас в резуме значится, что вы отсидели вот эти три месяца с ребенком, это является залогом вашей успешной карьеры. Считается, что если мужчина три месяца своей жизни провел с новорожденным, в нем это воспитало определенные качества. Одну минуточку по поводу папы-мамы. У нас Евгения Дмитриева, она вообще-то активный участник пикетов против новой системы начисления декретных, да, но у нее еще интересная ситуация, у нее Алексей Дмитриев сидит за ней, это ее муж, да, который тоже сидел в декретном отпуске. Давайте лучше вот его спросим. Кстати, замечательный опыт, и как вы относитесь, как вы относитесь к тому, чтобы папа-мама заменить на родитель один, родитель два еще тоже, расскажите. Ну, чтобы родители заменить на родитель один, я против этого. А должен быть папа, и должен быть мама у ребенка. Это то, что я вот читал, это то, что хочет Европоламент, в США, то есть, и Европоламенте хотят, то, что однополые браки, из-за однополых браков, и там люди возмущаются, обижаются. Не могут разобраться, кто по-моему. Я считаю это неправильно. Андрей, вот скажите, вы друзьям рассказали, что вы уходите в декрет, и как они к этому отнеслись? За то, что он брал отпуск по уходу за ребенком на работе, он был подвергнут дискриминации. Каким образом? Ему не подняли зарплату на том основании, что он находился в этот период в отпуске по уходу за ребенком, когда всем подписывали дополнительное соглашение. Так это же тоже следствие сексизма, потому что начальник мужчины его не понял. Стоп, Марьяна, стоп! Вам мужчина ничего такого не сказал. Начальник женщины. Вам женщина об этом говорит. Начальник женщины? Начальник отдела кадров женщина. Ну, так ярко. И, Ему пришлось обращаться, я просто, будучи юристом, пришлось обращаться с соответствующим заявлением, требовать повышения выплаты разницы, и ему была выплачена разница, повышена зарплата. Но ни о каком продвижении по службе теперь не может быть и речи. Ну, можно работу, наверное, сменить. А у вас были какие-нибудь проблемы? Раз вы в пикетах участвуете, вероятно, были. Давайте так. Я сейчас жду третьего ребенка. Первый пост по уходу за ребенком я использовала, второй он. Третий, я буду сидеть, это уже абсолютно обусловлено, понятна эта функция женщины. У меня руководитель организации многодетный отец, и он относится абсолютно нормально. К этому и совершенно нормально. А что ж вы на пикеты ходите, в пикетах стоите? Это другой вопрос. Это мое конституционное право защищать свою позицию. И мой работодатель прекрасно понимает ту ситуацию, в которой я оказываюсь. Будучи сам многодетным отцом, понимая необходимость содержания семьи, он все-таки... Меня спокойно отпускают, и меня сегодня отпустили, несмотря на то, что я была нужна очень на работе. Но это... Евгения, объясните, а вы сказали, что вы тоже будете... Третий отпуск вы используете сами, да? А почему вы сказали, что это естественно? Почему вы мужу не доверите это еще раз? Дело здесь не в доверии. Правильно сказал представитель Русской Православной Церкви. Мы равны, равноценны в глазах Бога. Но все-таки у нас разные функции. Никаком равенстве права здесь не может быть и речи. У нас в семье, да? Патриархат. Муж глава семьи. Как в любой армии должна быть субординация. Есть глава семьи. При любом главе семьи есть советник. Да, вот уже, как это, православный феминизм у нас появился, да, Дарья Владимировна? Вы не считаете, что на самом деле семья это вот такая черепа общества, где вот эти двое должны решать, кто из них будет выполнять в какой области, какие функции. Вы не считаете, что муж может быть главой в какой-то своей области, женщина в своей, вообще брак от искусства компромисса? Но в любом случае тут невозможно... А вы не считаете, что они сами разберутся? Да, я кажется, я к этому говорю, что они сами разберутся. Задача общества правильно воспринимать их решения, на мой взгляд. Не осуждать мужчину, который остался с ребенком, не осуждать женщину, которая пошла в политику, и также наоборот. Но договариваться должны все-таки эти двое между собой и определять, что конкретно для них лучше. Я хочу спросить молодого политика. Екатерина, вы нас слышите, Москва? Екатерина, вот как молодой начинающий политик, на ваш взгляд, вообще государство, та же партия, насколько должна вмешиваться в дела семьи? Предписывать, вот все-таки будем жить по патриархату, нет? У нас матриархат. Вы знаете, я думаю, что в каждой семье должны действительно сами договориться и разобраться, и желательно это сделать до того, как была создана семья. У меня вот такой случай есть из жизни, знакомый. Она работала, девушка работала на двух работах, ну, у нее была сложная жизненная ситуация, вот. А молодой человек, ну, тоже работал где-то, и у него был график очень такой свободный. У нее появилась возможность подработки, вот. И она ему об этом сказала, что там двое выходных, я еще поработаю. Он ей сказал, нет, ты работать не будешь. Вот, но при этом он ей не предложил альтернативы. Он ей сказал, что, ну, давай я как-то там найду работу, раз уж такая ситуация случилась. Вот, вы знаете, есть такое выражение, что нам люди любят находиться рядом с тем, с кем кажется сильнее. Так как она взяла на себя такую функцию, она его как бы ущемила в его глазах, и он, получается, ей не дал и сам не стал помогать. И вот эта ситуация абсолютно ужасная. Ну, да, да, действительно, это кошмарная, чудовищная история. Спасибо, Екатерина. Вот, часто же такие пары встречаются? Я знаю семейную пару, которая оба работают, ну, уже ребенок большой, ну, лет 17 ему. То есть, и было и до этого, то есть, оба они работают. Но муж, что самое интересное, что занимается полностью семейным хозяйством, то есть, он ходит в магазин и варит. Это правило или исключение, Ольга? Это правило или исключение? Спасибо, отец Алексей. Я считаю, что в современной семье люди действительно должны договариваться обоюдно. Если между ними присутствует партнерское уважение и любовь, то тот, кто на данный момент свободен, пусть моет посуду. Но в головах-то у российских мужчин что? Есть мысли, чтобы по хозяйству это... А это поправимо. Существует очень хорошая поговорка. Не можешь научим, не хочешь заставим. Ага, такая армейская. Радио Балтика предлагаю спросить. Подействует поговорка? Не хочешь, не можешь научим, не хочешь заставим. Но мужчин российских, которые домашнее хозяйство ненавидят. Конечно, подействует. Я вот много раз слушал лекции моего друга доктора Щеглова и уяснил из них, как мне кажется, главное, что природа два пола создала, потому что женщина – это носитель неизменного, а мужчина как раз вносит изменения, позволяющие человеку развиваться и приспосабливаться к окружающей среде. Я хочу сказать, что при всем том равенстве возможностей, которые должны быть у нас, наше российское государство все-таки о женщинах должно заботиться больше, чем о мужчинах. Некая компенсация за то, что все-таки, как бы то ни было, на женщин нагрузка больше ложится. Разумная. Вот меня девушка из молодой гвардии упрекнула, что это я президенту навязываю, чтобы он выбирал губернаторов из женщин. Просто к тому, что надо внимательнее смотреть на тех, кто есть вокруг, на кандидатуры политиков, предлагаемых для избрания президентом или для выбора министров. Знать надо лучше наших... И все найдется. И все найдется. И все найдется. Спасибо, Юрий Ильич. Вот о политике заговорили, да, женщина в политике. Ну посмотрите на наших женщин-депутатов. Светлана Хоркина, Алина Кабаева, Журова. Ну, замечательные женщины, прекрасные. Но слабо мне верится, в общем, что это действительно яркий... Ну, Сергей, вот у вас в голове церквизм, я так понимаю, не искореним, я предлагаю спросить зал, да, вот давайте просто голосование, да, поднимем руки. А главный разведчик, кто у нас в стране, вы знаете? Анна Чапман. Ну, это она только выполняет номер... Главный, главный неудачный. Относительно государства. Очень удачный, она сейчас к узуму еще пойдет. Женщинам вовсе не нужно... Да, да, Ольга, да, да, Ольга. Женщинам вовсе не нужно, чтобы государство о них заботилось. Женщины хотят прав и возможностей реализоваться сами, они смогут еще получше, чем многие мужчины. А речь идет именно о том, что почему-то государство берет на себя какую-то опекунскую роль, вмешивается в семейные отношения, в воспитание, в образование, подкидывает смехотворную сумму под названием материнский капитал и считает, что он вправе нам что-то диктовать. Я предлагаю... Я предлагаю просто зал вот проявить свои настроения. Да, 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 Марьян, но прежде всего материнским капиталом может воспользоваться вся семья, так что тут женщины ни при чем. Вы меняете название. Татьяна Гулинова, вот я знаю, что вы выступаете за патриархальную систему в семье и в обществе. Скажите, пожалуйста, вы считаете, например, что нужны дополнительные законы для того, чтобы уравнять женщин и мужчин? А зачем? Мы же говорили уже, что возможности одинаковые. А права? То есть вы не чувствуете себя не ущемленной каким-то образом в правах? И будете рады жить при патриархате. Кто верит, что в России при жизни нынешнего поколения удастся патриархат искоренить? Вот кто в это верит? Патриархат здоровый должен быть без диктаторства, не забывайте. А, знаете, начинаем с территоризма, приходим к тирамии, да? Не, не было. Приходим к тоталитаризму. Приходим к культуре, Лев Моисеевич, а равенство полов здесь абсолютно нет. Да нет, ну подождите, патриархат это то, что глава по факту пола, и все тут. Конечно. И никаких вопросов, ну это аксиолог. Так вот кто-то верит, что искореним патриархат? Вот хоть один руку никто не верит. Понятно. Я верю. Хоть кто-то, хоть кто-то. Он в моей семье глава жена. Хоть кто-то. Вот Ольга еще верит. Владимир Иванович, вот вам что ответит в зал. Если женщина в семье имеет главенствующую роль, это называется подкаблучник. Это называется подкаблучник. Еще одна реплика из зала. Дима, патриархат. Владимир Иванович. Патриархат на уровне ячейки общества или вообще общества, хочу точнее сказать. Патриархат на уровне ячейки общества. Ячейки общества, конечно, искореним. Каждый ячейк общества выстраивается, как она, ну, может выстроиться, выстроиться, как она хочет. Если здесь выстроится матриархат. То есть в отдельной. А все это семьи, на всех семьях мы не искореним патриархат. Нельзя выстроить все ячейки общества по одному образцу. По одному образцу. Эфир подходит к концу. Предлагаю подвести итоги голосования. Напомню, вопрос звучал так. В России женщин дискриминируют? По итогам телефонного голосования большинство телезрителей выбрали ответ «да». Такие результаты голосования меня ничуть не удивляют. В России очень много проблем, которые кажутся первоочередными. Коррупция, нищета, национализм, состояние армии, здравоохранения и так далее. И вдруг Министерство здравоохранения решает писать закон о равенстве полов, хотя это равенство гарантировано Конституцией. Странная история, нет, Ольга? Странная. И мне тоже это кажется странным. Ведь сексизм, он не на бумаге. Сексизм, как верно сказал Лев Моисеевич, в головах. И причину этого сексизма объяснил еще Катон Старший, который прославился бессмертным «Карфаген должен быть разрушен». Так вот он сказал в компании мужчин. «Как только встанут женщины вровень с нами, так тотчас они окажутся выше нас». Так что страх, страх в сердцах домостроевцев и сторонников патриархата, а также прочих сексистов. А законы тут ни при чем. Спасибо всем, кто сегодня участвовал в дискуссии. Это был информационно-аналитический канал «Отражение». До свидания и до встречи в этой же студии.